Здравствуйте! С вами канал Вкусной Огород Барнаул. Начало августа, в нашу местность пришли дожди. Вот видно, очередной дождик кончился, и небо порадовало красивой радугой. Вот она, очень красиво смотрится. И сейчас подошла пора, в конце концов, уже убрать последний лук, который остался на участке. Это лук, который выращивал из семян, из чернушки. Небольшая грядочка такого лука по сию поры не убрана. Погода не давала, и лук немного задержался в развитии. Вот сейчас, я думаю, откладывать некуда. Уже в основном перо подсохло, и тем более погода такая сырая, что нет смысла оставлять лук на грядке. Выращивал в этом сезоне из чернушки два сорта лука. Один рядочек лука шалота стиляга. Вот этот лук. Один пакетик семян был. Посеял его, и вот он взошел более или менее нормально, и вырос. Один рядочек. И решил вырастить побольше моего любимого лука сорта халцедон. Тоже приобрел семян, побольше взял семян. И остальное засеял семенами этого лука. И вот этот лук, халцедон, взошел, ну чрезвычайно плохо. Такие оказались некачественные семена. И всего получилось, ну я не знаю, вот несколько растений. То есть будет очень мало у меня севка лука халцедон. Хотел побольше вырастить своего севка этого сорта, и им пользоваться, но получится совсем мало. Так что вот такие попались семена. Делать нечего, придется мне снова, видимо, начинать выращивать свою чернушку. Я это раньше делал, но потом, думаю, куплю в магазине. Вроде бы раньше схожесть была неплохая, и вот попались вот такие семена. Вот три рядочка планировал вырастить лука. Сеял очень густо, хотел побольше получить севка, и вот выросло всего ничего. Ну делать нечего, что выросло, то выросло. Ну а сейчас буду лук убирать. Лука очень мало, поэтому вся уборка, я думаю, займет минимум времени. Вот такой вырос лук халцедон. Мало того, что его мало, но севок еще и выглядит не очень-то хорошо. Отберу, конечно, некоторое количество. Но это, конечно, не урожай. Можно считать, что это ерунда. Я выращивал раньше свой севок. Конечно, он получался гораздо более качественным, и гораздо в большем количестве его вырастало. Ну а сейчас вот всего ничего. Что тут отбирать, даже не знаю. Ну что-то отберу. Это лук халцедон. Такие попались семена. Вот такой урожай лука халцедон получился из чернушки. Лука севка халцедон в этом сезоне. Ну, смех да и только. Его в таком виде отправлю на просушку, на дозаривание. И потом отберу несколько луковок, из которых выращу лук. Ну, а потом уже, наверное, буду выращивать свой севок. Теперь посмотрим, как вырос лук шалот сорта стиляга. Здесь видно, что луковок побольше. Сразу видно, этот лук отличается. Ну, это лук, который растет по несколько штук в гнезде. Еще называют его семейка. У меня есть такой лук. Я выращивал такой лук неоднократно разных сортов. И пробую постоянно новые для себя сорта. И вот для этой цели были взяты семена лука шалота стиляга на пробу. И вот он вырос следующим образом. Здесь немного луковок. Но этого хватит, чтобы на следующий год его посадить и посмотреть, какой получится урожай. Если лук окажется хорошим, то его оставлю на участке для дальнейшего выращивания. Ну, а пока вот такое количество получилось лука шалота из семян. Так что стиляга вырос более или менее нормально. Семян было немного. А вот лук халцедон, конечно, можно считать, что вырос очень плохо. Ну, тут уж делать нечего. Возьмем это на заметку и будем принимать соответствующие меры. Вот такой последний урожай лука в этом сезоне. Больше убирать нечего. Это был лук из чернушки. Шалот стиляга и репка халцедон. Урожай, ну, скажем так, не очень порадовал. Страшно в этом ничего нет. Будем выращивать лук и дальше. В конце пожелаю всем огородникам тоже выращивать различные сорта лука. Пробовать новые. Всем всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok